В 1960 году в Тайбэйском Нью-Парк на Тайване была организована выставка, посвящённая военному противостоянию Китайской Республики и Китайской Народной Республики в Тайваньском проливе. На ней среди прочих экспонатов была также выставлена доска с данными о размере вознаграждений тайваньским лётчикам за сбитые самолёты ВВС Коммунистического Китая. Прежде чем подробнее рассмотреть этот приз-курант, необходимо заметить, что в те годы обменный курс тайваньских долларов по отношению к доллару США колебался от менее 10 тайваньских долларов за 1 доллар США в середине 1950-х до более чем 40 тайваньских долларов за доллар США в 1960-х. Судя по этому рейтингу, наиболее ценными победами были сбитые истребители МиГ-19 и бомбардировщики Ил-28. По 4 тысячи тайваньских долларов было бы выплачено за каждый из них. Микоян Гуревич МиГ-19 – это советский одноместный реактивный истребитель второго поколения, первый советский серийный самолёт, который был способный развивать сверхзвуковую скорость в горизонтальном полёте. Впервые он был представлен в марте 1955 года, а уже в 1959 Китай получил 10 МиГ-19 двух модификаций, а также лицензию на их производство. Китайская копия МиГ-19 производилась на двух заводах и имела обозначение Шиньян Джей-6. Джей-6 стали на многие годы основой ВВС Народно-освободительной армии Китая. Они были выведены из эксплуатации только в 2005 году. Сообщается, что китайские МиГ-19 одержали три воздушные победы над тайваньскими самолётами без потерь со своей стороны. Ильюшин Ил-28 – это советский реактивный бомбардировщик послевоенного периода. Он был представлен в 1950 году. С 1952 года Китайская Народная Республика получила более 250 Ил-28 советской постройки. Это были торпедоносцы Ил-28Т, разведчики Ил-28Р и учебно-тренировочные Ил-28У. Они активно использовались для проведения разведки и нанесения ударов по территории Тайваня, а при отражении авиатак тайваньской авиации Ил-28 применялись для сбрасывания светящихся авиабомб для обеспечения действий истребителей-перехватчиков. Копии Ил-28 под обозначением «Харбин» H5 с 1965 года выпускались на китайских заводах. Также ценным для тайваньских лётчиков был Ту-4, за уничтожение которого можно было получить 3000 местными деньгами. Туполев Ту-4 – это был стратегический бомбардировщик с поршневыми двигателями. В своё время советские авиаконструкторы скопировали этот самолёт с американского Боинг-Б-29 «Суперкрепость», причём, нужно отметить, сделали это они весьма тщательно. Например, в советском самолёте точно так же, как и в американском, были обустроены специальные держатели для бутылок с напитками под размер Кока-Колы. Хотя, разумеется, советские лётчики представления не имели об этом напитке. Китай обращался к СССР за помощью в области авиации ещё с 1947 года. Сталин тогда пообещал помочь Китаю и вот 28 февраля 1953 года в качестве подарка для Ма Цзэдуна на день его рождения. Советские лётчики перегнали в Китай первую партию этих самолётов. Всего 25 Ту-4 были переданы Советским Союзом китайским коммунистам. Китайские пилоты Ту-4 обучались советскими инструкторами. Занятия сопровождались постоянными нарушениями дисциплины. Например, китайские лётчики сразу после набора самолётом установленной высоты переключались на съедание большой плитки шоколада, ходившей в полётный продовольственный паёк, выдаваемый каждому члену экипажа, забывая при этом об управлении полётом. В связи с этим был издан приказ, разрешающий пилотам кушать шоколад только после бомбометания и только с разрешения с пункта управления полётом в том случае, если бомбы поразили цель. Но тем не менее, ещё до завершения учебной программы китайские Ту-4 приступили к бомбардировкам объектов на острове Тайвань. Ту-4 народно-освободительной армии находились на вооружении до 1988 года. Некоторые из них были переоборудованы для выполнения других функций, в том числе для дальнего радиолокационного обзора. Из других самолётов МиГ в преискуранте ещё присутствовали модели 17 и 15 за 2000 и 1000 соответственно. МиГ-15 был советским самолётом, одним из первых успешных реактивных истребителей со стреловидным крылом, что позволяло ему достигать высокие околозвуковые скорости. В начале 1950-х СССР безвозмездно передал Китаю несколько сотен МиГ-15. Также на своих заводах китайцы выпускали некоторое количество J-2, которые копировали МиГ-15. МиГ-17 – это был усовершенствованный МиГ-15, который появился в 1952 году, а в 1955-м Китайская Народная Республика получила от Советского Союза чертежи. Два готовых, 15 разобранных самолётов и комплекты компонентов, из которых можно было построить ещё 10 самолётов этой модели. После этого китайцы построили на своих заводах большое количество J-5, который был копией МиГ-17 модификации F. В результате, в своё время в Китае было 20 авиационных полков с общим количеством от 3,5 до 4,5 тысяч МиГ-17. США, в свою очередь, оказывали поддержку Китайской Республике. С 1954 по 1956 годы тайваньские ВВС получили 160 истребителей F-86 «Сэйбр». А к июню 1958 года их истребительная авиация насчитывала 327 самолётов F-86. На протяжении 1950-х годов МиГи ВВС Народно-освободительной армии Китая часто вступали в боевые столкновения с самолётами Китайской Республики. В результате обе стороны понесли потери. Китайские МиГ-15 действовали против «Сэйбров» ещё во время первого кризиса в Тайваньском проливе. А МиГ-17 впервые вступили в бой с F-86 над Тайваньским проливом в 1958 году. Согласно сообщениям, опубликованным на Западе, всего за шесть недель во время второго тайваньского кризиса пилотами ВВС Китайской Республики были сбиты 31 МиГ, при этом было потеряно два F-86. Среди этих самолётов были и 9 МиГ-17 – жертвы первого применения ракет-класса «Воздух-воздух-сайдвиндер». Они были сбиты в одном бою 24 сентября 1958 года. Ещё два самолёта Туполев, присутствующие в списке, вызывают интерес. Ту-70 тем, что это был транспортный самолёт на базе рассмотренного выше бомбардировщика Ту-4. Но этот самолёт не выпускался серийно, а его разработка закончилась испытаниями одного образца. Как он мог попасть в Китай, неизвестно. А Ту-2 тем, что он хотя и был самолётом Второй мировой войны, но тем не менее оценивался сравнительно дорого – в целую тысячу. Ту-2 – это советский двухмоторный высокоскоростной дневной фронтовой бомбардировщик. В ВВС Народно-освободительной армии Китая впервые получили их в 1950 году в количестве 20 машин. Затем поставки продолжились, и в конечном итоге их было получено 311 штук. Эти самолёты участвовали в боях в Тайваньском проливе. Последние три десятка Ту-2 вышли в отставку в 1982 году. И ещё несколько моделей самолётов, состоявших на вооружении коммунистического Китая, были времён Второй мировой войны. Это штурмовики Ил-10, которые совершили 78 самолётовылетов на атаке Тайваня, и истребители Л-11, которые также участвовали в боях, в основном сопровождая бомбардировщики. Кроме того, есть информация, что один Ил-10 планировался использоваться группой Линьбя для атаки на поезд Маадзе-Дуна с целью его убийства. Но эти планы не осуществились. А один из ла-11-х отметился тем, что сбил пассажирский самолёт Дуглас Ди-Си-4 гражданской авиакомпании. Это произошло над открытым морем к востоку от острова «Хайнан» 23 июля 1954 года. Несколько позиций в списке – это транспортные самолёты. Ли-2 – советский поршневой пассажирский и военно-транспортный самолёт средней дальности времён Второй мировой войны, выпускавшийся советской промышленностью по лицензии на выпуск Дуглас Ди-Си-3 от США. В общей сложности Китаем был импортирован 41 самолёт Ли-2, что сделало его основной грузовой моделью военной и гражданской авиации в этой стране в те годы. Китайские Ли-2 служили до 1986 года. Советские транспортные самолёты Ил-12 и Ил-14 были моделями первых послевоенных лет. Ил-12 заинтересовал Китай, так как он мог летать над высокогорными плато Тибета. А Ил-14 был ещё более совершенным. Один из них в Китае особо известен. На таком самолёте с номером 4202 с 1957 года летал председатель Ма Цзэдун. Теперь этот самолёт выставлен в Китайском музее авиации и является первостепенной национальной культурной реликвией. И в заключение два учебно-тренировочные самолёта. Як-11 представлял собой советскую двухместную учебно-тренировочную модель, производную истребителя периода Второй мировой войны Як-3. Китай импортировал для своих авиационных училищ 311 таких самолётов. А Як-18 – также советский тренировочный самолёт 1946 года выпуска. Их было импортировано 256 штук. Як-18 также был скопирован одним из китайских авиастроительных заводов для выпуска своей модели – CJ-5. Сколько было выплачено вознаграждений тайванским пилотам из этого поощрительного фонда – неизвестно.